Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать, как сделать вот такой красивый амулет, который называется ловец снов. Мне бы хотелось, чтобы каким-то вечером вы вместе всей семьей сделали каждый для себя такой амулет. А сейчас я немножко расскажу, что он означает. Ловец снов — это индийский амулет, защищающий спящего от злых духов и болезней. По преданиям, плохие сны запутываются в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстия в середине. Ловцы снов имеют круглую форму, то есть священный круг — один из самых важных магических символов. В середине рисунок паучьей сети. Задачей этих плетеных оберегов было поймать болезнь или злых духов. Часто в ловец плетает несколько перьев. Перо является манифестацией сверхъестественной энергии Вселенной. Украшает бисером, раковинами или бусинами. Амулет вешается над изголовьем спящего. Такой амулет можно сделать своими руками и предназначается он одному хозяину. Для того, чтобы выполнить нам этот амулет, нам потребуется проволока, ножницы, кусачки, пряжа трех цветов, клей для того, чтобы убирать лишние ниточки, чтобы они придавали нам красивый вид аккуратненький, чтобы они не торчали, бусины и скотч. Но еще немножко дополнения. Если у кого-то не будет проволоки, нам можно будет сделать круг из картона. Для этого нам потребуется всего два круга из картона. Почему два? Потому что, когда мы будем натягивать паутину, чтобы не деформировалось это кольцо, нам нужно будет закрепить его очень плотно клеем. Чтобы получить это кольцо, всего-навсего нужно будет подручное средство. Это кисушка, которую мы обведем здесь и потом вырежем такой круг тонкий. Для чего еще нужно будет лучше делать кольцо из картона? Это для того, чтобы можно было здесь написать, что, например, вы хотите от этого пловца снов. Зачем он вам нужен? Например, вы пишете здесь мои сны созидательны, я вижу сладкие сны. Затем вы подписываете число, когда вы изготовили его, и затем уже начинаете обмотку. Это будет ваш личный ловец снов. Сегодня мы будем делать с вами ловец снов из проволоки. Для этого я беру проволоку, делаю из нее круг. Мы будем делать средний ловец. И нам нужно сделать обязательно двойной круг. Почему? Потому что то же самое, что и с картоном. Чтобы не деформировалось при натяжении нашей паутины. Мы делаем двойной. Откусываем кусачками. Теперь нам вот эти края нужно будет скрепить скотчем. Так, мы скрепляем скотчем вот эти края, чтобы у нас получился аккуратненький ободок. Обрезаем скотч. Все, наш круг готов. Теперь нам нужно определиться, каким цветом мы будем обматывать. Я буду обматывать синий пряжей. Но предварительно нам нужно будет сделать, прежде чем мы начнем обматывать, петельку. На этой петельке у нас будет держаться ловец снов, куда мы будем его вешать. Мы делаем петлю. И затем начинаем обмотку нашего ловца снов. Обмотка, смотрите, обязательно должна быть аккуратной. То есть нить к нити должны вы плотно-плотно прикладывать, чтобы не было зазоров, чтобы не было видно, что у нас проволока была белая. Поэтому мы начинаем аккуратно обматывать, очень ровненько. Стараемся без пропусков. Накладки желательно тоже не делать, потому что двойную нить. Потому что у нас тоже будет получаться очень некрасиво. Мы его делаем на долгое время этого ловца снов. Поэтому обмотка должна быть очень аккуратной. Мы закончили наше плетение. И теперь нам нужно закрепить вот эту нить. Мы делаем вот такой вот узелок. Аккуратненько его затягиваем. Затягиваем. И теперь мы его обрезаем. Обрезаем. Теперь вот у нас получился вот такой вот ровный круг, на котором мы сейчас будем плести паутину. Для этого нам понадобится длинная нить. Почему длинная? Да, я сразу скажу, что неудобно вязать. Но чем меньше узлов у нас будет получаться, тем будет красивее наша работа. Мы теперь эту нить втягиваем в иголку. Иголку желательно брать с большим ушком, но не такую толстую, потому что бусинки, чтобы бусинки дважды продевать в бусинку иголку, нам нужна будет игла потоньше. Для этого мы берем нить. Краешек мы здесь завязываем сверху, где петелечка у нас. Завязываем таким узлом, чтобы у нас оно не развязалось, когда мы будем обрезать эту нить. Специальный узел такой вот есть. Вроде бы простой, но в то же время он будет завязываться так, что нить потом никуда не будет двигаться. Он очень сильно завязывается, туго. И после обрезания он не распускается. Вот так мы сделали. Теперь мы краешек тоже можем этот край обрезать, потому что у нас уже не будет здесь никаких завязок. И приступаем к обвязыванию круга нашего. Для этого нам нужно очень ровно распределить ячейки изначальные. А вязать мы начинаем так. Иглу мы вводим под круг, вытягиваем нить и вставляем, как будто делаем петелечку. Поправляем и делаем вот такое вот соединение. И так нужно сделать по всему кругу. Нужно стараться делать одинаковые вот эти вот плетения, чтобы было одинаковое расстояние между ними. От этого зависит у вас красота вашей паутинки. Мы продолжаем работу. Аккуратненько стараемся. Первый круг мы будем делать без бусинок, а второй уже постараемся сделать с бусинами. Ну, как уже наша фантазия нам подскажет. Если решим, что второе будем делать с бусинами, то сделаем второй круг. Просто смотрите, что во второй круг будет уходить бусин гораздо больше, чем вы их будете делать в середине. Первый круг наш готов. Мы постарались сделать ячейки очень аккуратно, чтобы они были на одном расстоянии. От этого зависит красота нашей паутинки, как я говорила уже. Сейчас второй круг мы постараемся сделать с бусинками. Для этого мы вдеваем бусинку. Вот так. И начинаем наше плетение новое. Но нам нужно будет повторно вытягивать иглу в эту бусинку, чтобы затянуть и чтобы наша паутинка шла очень ровненькая, чтобы она у нас не передвигалась, наша паутина, чтобы не двигалась. Теперь мы дальше набираем бусинку. Также мы продолжаем работу. Смотрите, нить длинная, очень неудобно, но от этого зависит, как у нас будет красиво выглядеть наша паутина. Не забывайте, что нужно повторно будет иглу вытягивать в эту же бусинку, чтобы она не давала двигаться нашей паутинке. Вот так у нас должно получиться. Натягивайте, старайтесь натягивать, чтобы паутина шла плотная, как на барабане. От этого зависит красота нашей работы. Вот, смотрите, у нас получился вот такой круг с бусинками, это второй круг. Теперь мы просто начинаем вязать паутинку, каждый раз она у нас будет все меньше и меньше, а сейчас мы просто, нам сейчас будет легко без бусин делать вот эти петелечки, которые у нас уже будут затягивать нашу паутину. Очень легко, конечно, вязать, когда с иглой, но если вам неудобно с иглой, вы можете ее снять, как бы скрутить маленький моточек и пытаться. Просто дело в том, что, я имею в виду, если вам нить длинная мешает, просто в конце каждый раз паутина будет все меньше и меньше, ячеечки, поэтому желательно, конечно, пользоваться иглой. Вот так это все получается. Старайтесь очень плотно затягивать, не бойтесь, натягивайте. Чем больше вы, чем лучше будете затягивать, тем красивее будет ваша паутинка. Так, натягивайте ее, как барабан, поэтому, вот я вам и говорила, делать проволоку двойную, чтобы не деформировала. Так, вот мы доплили паутину, основа наша готова, теперь мы закрепляем нить, простым узлом, хорошо затягиваем и вырезаем. Так, наш круг готов. Теперь нам нужно осталось его украсить. Мы сделаем сейчас, нам для этого понадобится шаблон для того, чтобы наматывать нить, и еще один картон, чтобы нам удобно было это перышко нанизывать. Для того, чтобы его сделать, нам нужно намотать нитку. Мы делать будем три цвета перьев, поэтому и три обмотки у нас получится. Синяя, голубая и серая. То есть мы будем делать три перышка. Пока мы сделаем сейчас одно, мы сейчас будем делать голубое. Наматываем. для этого, так как мы уже делали этот ловеснок, нам нужно намотать его где-то 70-80 раз. Мы немножко намотали, то есть я вам покажу, как делается это перышко. Теперь мы разрезаем. У нас получаются вот такие нити. Основу мы завязали сюда на картон. Теперь мы берем одну нить, складываем ее пополам, продеваем под основой, еще одну нить берем, складываем ровненько, надеваем вот сюда в петельку и вот эти ниточки протягиваем вот в эту петельку. Теперь мы затягиваем и у нас получается вот такое крепление простое, несложное. Но для того, чтобы у нас получилось красивое, пушистое перо, вам нужно где-то около 80 таких ниточек нарезать. Чтобы не мучиться, не отрезать каждую в отдельности, вам просто нужно на такой шаблончик намотать, определиться, какое вы хотите перышко. Широкое, тонкое. И так уже сделайте по своему усмотрению шаблон такой. Будет очень красивое перо. Вот так. Это недолго и несложно. Очень легко надеваются нити. Очень будет красиво. Вот такие получились у нас перышки, как я говорила. Три цвета мы сделали. Серое, голубое и синенькое. Теперь нам нужно это все оформить, уже доделать до конца наш ловец снов. Мы отрезаем. Здесь нам нужно зафиксировать аккуратненько, чтобы у нас не убежали наши ниточки. Для этого мы просто делаем хороший узелок. Лишнее мы обрезаем. Подравниваем, чтобы у нас была красивая перышко. Теперь нам нужно вдеть. Теперь мы смотрим, где у нас середина. Продеваем сюда колечко. И просто протягиваем в петельку наши перышко. То есть такой у нас получается как бы бюджетный вариант. Здесь мы проделаем то же самое. Мы закрепляем узелком наш краешек. Вот такой ловец снов получился у меня. Надеюсь, что у вас получился тоже очень красивый. Теперь я хочу вам подсказать, что можно еще использовать, если вас не устраивает такой скромный ловец. Вы можете его украсить еще дополнительно бусинками. Есть стразы такие на липучках. Вы можете сделать как будто капельки на ваших перышках со страз. Можете еще здесь основу от перышек тоже украсить бусинами. При этом завязывать их на разном расстоянии и фиксировать узелочками. Это тоже будет очень красиво. Можно в середину здесь будет подвесить еще какой-то в виде брелочка. Есть такая форнитура. Это уже на ваше усмотрение. Можно медвежонка, стрекозку. То есть что-то такое, то, что ваша фантазия вам подскажет, то сюда можно дополнить красивую бусину, какую-то красивую ракушку. И уже будет он более для вас красивым и приятным. Желаю вам хороших сновидений. Субтитры создавал DimaTorzok